Всем привет! С вами Информ ТВ. Прославленный режиссер Владимир Меншов когда-то был бедным студентом, проводившим будни в крошечной комнате общежития. Свою избранницу он встретил в школе студии МХАК. Они были однокурсниками. Именно школа-студия помогла им стать друзьями, да и на что еще мог рассчитывать бедный студент. Алентова была первой красавицей, и за ней бегали все ребята, но влюбилась она именно во Владимира. Никто и предположить не мог, что так случится. Парень был абсолютно не ее типом. Рядом с ней крутились самые настоящие красавцы. И только совместная учеба и время, проведенное вместе, дали ему шанс. Вера рассмотрела в бедном студенте прекрасного человека. У них появились взаимные чувства. После окончания школы-студии ребята остались без работы. Во МХАТ их не взяли. Владимиру даже на какое-то время пришлось уехать из Москвы в Ставрополь. А Меньшова устроилась актрисой в театр имени Пушкина. Но жизнь без веры уже не имела никакого смысла для Владимира. Меньшов возвращается в Москву и женится на Алентовой. Жить им негде. Приходится ютиться по разным общежитиям. Мужчина был в постоянном поиске работы, но очень часто получал отказы. Жили они настолько скромно, что на собственной свадьбе даже нечем было оплатить шампанское и фотографии. Семейная жизнь не ладилась. Первые годы были самыми сложными. Быт испортил всю идиллию. Начались скандалы из-за денег. Режиссер рассказывал, «Мы сидели друг у друга в печенках, а может и в гландах. Был деловой короткий разговор. Были гости и друзья. Мы сидели на кухне. Она подошла с претензией, а потом сказала, давай разведемся. Потом я хотел все отменить, но Вера Валентиновна была непреклонна. И мы развелись». Именно так рассказал Меньшов с грустью в голосе. Все это было еще до того, как вышли знаменитые картины «Москва слезам не верит», «Розы крыш» и «Любовь и голуби». Расставание при этом было недолгим, всего несколько лет. Потом они решили снова сойтись. И это уже было навсегда. Они жили одной жизнью, вместе работали и, можно даже сказать, никогда и не ссорились. Иногда их взгляды расходились на съемках, и то это была работа. Прошло уже более 60 лет с того времени, и они постоянно вместе. В семья актрисы и режиссера родилась дочь Юлия. Она выросла в крепкой и счастливой семье и, конечно же, сама стала счастливой. Родители видели в ней великую актрису. Поначалу она пошла по их стопам, закончила МХАТ и даже играла на сцене, но решила, что это не ее и стала телеведущей. Славу ей принесла передача «Я сама», которую она вела. С Игорем Гординым актером она расписалась в 27 лет. У них тоже, как и у родителей Меньшовой, были проблемы. Они даже расставались на время, но все-таки сохранили свою семью. Сейчас у пары двое детей – сын Андрей и дочь Таисия. А какая из картин Меньшова у вас самая любимая? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!